В январе месяце этого года я рассказал про историю своего очень близкого, любимого товарища, друга, отца Алексея, с которым мы учились в Одесской духовной семинаре и пели в одной партии баритановской. Отец Алексей прекрасный солист, прекрасный семьянин, у которого трое детей, он стал священником. И в декабре месяце прошлого года узнал о том, что у него четыре раковых опухоли в голове. И это стало трагичной новостью для всей семьи и, конечно же, для всей нашей семинарской родыны. И после этого, когда отец Алексей узнал, начал обследоваться, слава Богу, получилось делать первые шаги по лечению. Мы сразу приехали с Людочкой, объявили, благодаря вам многие люди пожертвовали, помогли наши семинаристы, батюшки, наши, мои подписчики. Много-много людей отозвалось и очень сильно помогло. И я говорил на праздник Алексея Человека Божия совсем недавно о том, что случилось чудо. Повторные просмотры головы МРТ показало о том, что самая большая уменьшилась почти на 2 сантиметра. И рядом опухоли тоже начали уменьшаться. И для меня это было огромной радостью и подтверждением того, что наши молитвы, труды, они действуют, имеют силу. Но недавно случилась эта беда. На одном из приходов отца Алексея представители ПЦУ начали, как говорится, пускать волны, собирать подписи о том, чтобы забрать храм. И вот лишнее проявление, что во время войны такое делать нельзя, потому что нужно работать вообще по другим фронтам. Плюс у человека такая болезнь. И делают такие гадости. Тест Алексей очень сильно разнервничался. И за 2 недели моментально ухудшилось здоровье и состояние в общем. И потом, когда начали делать обследование, оказалось, что опухоли опять начали расти. И поэтому я приехал к отцу Алексею, своему любимому другу батюшке, который уже с другой прической после того, как мы видели совсем недавно. Для того, чтобы проведать своего другого отца Алексея и его семью, привезти финансовую помощь от нашей семьи, узнать, как дела, скоординировать все наши действия. И самое главное, дорогие братья и сестры, все мои подписчики, нас очень много. Вы всегда на протяжении последних месяцев очень сильно меня поддерживали. Наши колокола, бабушка Зоя и все-все-все другое. Я вам бесконечно благодарен. Но сейчас я хочу попросить вас, вот как лично для себя, помогите, пожалуйста, помогите финансово. Я оставляю номер карты отца Алексея и номер телефона матушки Татьяны. Для чего? Вдруг кто-то там из-за границы будут переводы, чтобы все скоординировать. И самое главное, если у кого-то есть уже опыт, есть выход на страны другие, которые бесплатно лечат и могут взять, потому что в связи с войной сейчас очень много берут, но мы пока не понимаем, к кому обращаться. Я вас очень прошу, позвоните по этому телефону, матушке Татьяны, посоветуйте. Давайте вместе. Как они уменьшились? Сейчас чуть подросли, они давят на мозг, сейчас проблема началась со зрением, в общее состояние, голова мутная. И это все сказывается на семье, трое детей. Поэтому я прошу, не оставьте меня, не оставьте. Я приехал сюда для того, чтобы засвидетельствовать свою любовь, свою дружбу, для того, чтобы быть рядом, поговорить. И я не буду сдаваться, вот отца Алексея вчера сказал, я не буду сдаваться до последнего. И надеюсь, что вы меня поддерживаете, поможете. Все, друзья, я оставляю, как всегда, информацию, прошу поддержать нас. Забыл сказать о том, что капельница, которая действительно очень сильно помогает, стоит 1800 евро, одна штука. И их нужно сделать 6 штук, поэтому сумма денег большая. Как всегда, я вас прошу, оставьте плюсики, кто помог. Можно ничего писать, лишний комментарий не надо, просим молитв. И, пожалуйста, плюсы, кто помог. Очень жду и надеюсь, и верю, что вы не оставите меня и моего друга. Субтитры создавал DimaTorzok